здравствуйте в очередной раз я запускаю запись карты black tower черная башня объясню почему а не то чтобы сложная но у нее есть свои заморочки первым делом и отбираем дробовик у этого чувака спускаемся в этот подвал чтобы забрать супер дробовик у скелета отлично и вот здесь находим неисчерпаемый запас аптечек объясню почему на самом деле у этого есть смысл такой себе конечно но тем не менее я не знаю сколько их тут конкретно но их тут очень много ну да ладно вернемся к репкин тирингу реппингу и тирингу отлично заходим в башню и тут же выходим из нее вот в этот дворик если кто-то могу забираем ракетницу наша задача убить лихий сканеров потому что они раздражают убираем еще и вот этих и я думаю пускай пинки занимаются этим ревенантом и мы займемся вот этим и нажмем вот эту кнопку далее с помощью берсерка мы избавимся всех пинки ревенанты я думаю они отглодают да так и есть на начальном этапе нужно сэкономить патронов поэтому да это лучший способ разделся спинки ну это весело от нажатие этой кнопки открыла кнопку вот эту которую мы нажмем чуть позже а пока двинемся в этот двор чтобы взять рюкзак и нажать эту кнопку назначение которое я не уверен избавляемся от пауков далее желательно заранее убить вот этого паука чтобы он нам не мешался потому что в тот двор мы пойдем следующим ну как двор коллектор какой-то открытый прыгаем вот здесь чтобы сразу прыгнуть в радиационный костюм убиваем импов и оставшихся крыгемонов также здесь есть ревенант за этими решетками и помните бесконечную аптечку тут еще хлеще обратите внимание на здоровье да здесь ровно 75 колб по какой-то причине но я не против итак настало время подняться помощью вот этих ступенек готовим ракетницу и наверху нас будут ждать 4 барона или 5 ну неважно вроде бы их было 4 и вот здесь есть секретик за фейковой стеной тут скрывается мегасфера которую не знаю ну ладно здесь портал есть наверху он обозначен и когда мы в него прыгаем о, вот и пятый барон пока что убиваем здесь все ау здесь вещи немного могут принять хаотичный оборот в какой-то момент у нас есть мегасфера так что ничего страшного на самом деле вся проблема в этой комнате и как получилось во всем этом уровне это вот эти вот окна узкие из которых должны как и демоны вываливаться на нас но это не всегда успешно у них получается они на этом застревают то влияет на наш счетчик убийств мы же хотим себе да здесь арчфайл еще кстати давайте от него избавимся просто прячемся этого огня за этими решетками и все в порядке и да ракеты мы будем экономить на этом уровне точнее их я наверное не буду использовать вообще потому что они нам понадобятся если вдруг как демоны застрянут в этих окнах но я буду стрелять вот так вот надеюсь на то что бесконечно высокий взрыв заденет тех кто пониже он походу не вылезет дальше да печально а ты он показался еще один вышел на даже может они еще выйдут может быть ладно пока избавимся от имбов на их месте появится ревенант здесь есть есть был точнее так тут нету вот последний и так демоны еще не вышли поиграть да ну ладно нажмем пока вот этот переключатель затем вот этот и открывается решетка с этим переключателем который открывает решетку с аршвайлом и прежде чем мы туда пойдем а нам туда и надо здесь есть еще несколько интересных штук что о привет так я очень надеюсь что это все нет это не всем ладно о ребят как сюда занесло ладно неважно зайдем за мегасферой и наверное так чтоб не париться и так здесь висят трупы их можно потрогать чтобы спустить платформу например здесь с плазмоганом а вот этот труп спускает эту платформу с патронами для трубовика и вот этот открывает платформу с батарейкой по ним оно все не видно да я очень надеюсь что он не застрял в том в верхнем углу в прошлый раз ну да ладно а когда мы зайдем за эту решетку она начнет опускаться и покрашив и нажмем на эту кнопку и выпустим барона он попал в крашера замечательно надеюсь он вы да он вышел и мы сможем его спокойненько побить сэкономив немного плодородов супер далее нажимаем на кнопку которую охранял барон готовим пулемет и прыгаем в этот портал расстреливаем тут все живое не торопимся бежать вперед просто потому что у нас за спиной есть секрет ну а теперь мы просто будем ходить по кругу и всех убивать я с одной стороны хочу взять частичную невидимость потому что много хит сканеров но с другой стороны очень скоро нам придется с барона встретиться а это не самый лучший микс так что лучше по старинке так полный круг сделали все мертвые а теперь нужно проверить комнату так вот здесь как раз таки барон и два пулеметчика нажимаю вот эту кнопку она в следующих комнатах открывает пару дверей а точнее в этой комнате он открывает стену справа с очками колбами и плазмоганом ну а следующее она открывает дверь не обязательно но нужную для 100% убийств разумеется вот эту как раз таки так так следующую верь мы открываем и простреливаемся вон к той бочке потому что рядом с Ярд Швейл и мы хотим его повредить настолько насколько можем быстрым и просто расстреливаем его супер за это бьем весь портал вот здесь и тут несколько манкубусов как видите на том пятистале охраняет желтый ключ нам нужно его опустить заходим сюда попадаем в ловушку нажимаем вот этот переключатель а потом вот этот чтобы выбраться и стараемся всех демонов с травидом с другом это мбфг чтобы добить выживших всегда застреваю в этих культиках это может плачевно кончится отлично отлично так нажатием этого переключателя мы спустили платформу с желтым ключом и если к ней присмотреться то она выполнена в форме такой стрелки вот даже на карте видно это она указывает на эту дверь типа или стену которую можем открыть подходим к этой стене она тоже откроется взрываем бочку и нажимаем этот переключатель чтобы открыть портал вот здесь комнату с классным освещением по тем меркам но любоваться мы пока не будем мы пробежим сюда откроем эту стену убьем арчевайл прыгаем в портал тут же становимся неуязвимыми и мгновенно этим пользуемся чтобы сделать отбивные из тевтелек это никогда не надоедает и экономит патроны ну это довольно эффективно на самом-то деле благо они не успели много черепушек наплодить так что все хорошо наверное расстреляем сейчас этих импов просто потому что они раздражают сделаем мы это именно сейчас потому что здесь будет все довольно хаотично через несколько мгновений и так что мы вообще здесь делаем мы видим здесь несколько коробок с изображением иконы греха но некоторые грани некоторых коробок отличаются например вот это которую мы сейчас откроем убьем скелетом дотронемся вот до того повешенного чтобы открыть вот этот куб там дотронемся до горгули чтобы открыть следующий куб с ревенантом и зайдем сюда чтобы открыть куб с хибердемоном и к нам уже присоединились какодемоны и пауки и я хочу всю эту братью заставить драться между собой изредка убивая тех кто мешается отлично давайте нажмем вот этот переключатель то в прошлый раз я забыл его нажать и это сломал некоторые скрипты на карте ничего страшного просто один противник остался запертым и я не смог до него добраться так отлично отлично ну я думаю так народу мало я думаю уже можно начать стрелять отлично так ну и вроде все пауки телепортировались иногда они застревают нажимаем на эту кнопку и стоп еще да вот чё пакадем он летает он всегда почему то застревает за этими ээээ за этим заборчиком ну на самом деле это вершина башни но не суть итак мы здесь откроем нам выход отсюда портал обратно в ту комнату с клевым освещением и это причина по которой я ее сразу пробежал потому что здесь появляются новые враги вместе со старыми и это отличная возможность одним махом пройти эту комнату не тратя время на двойную зачистку и просто всех удалить отсюда с помощью бф-бф вроде бы а вот еще эта комната стала темнее но она в принципе даже так неплохо смотрится нажимаем эту кнопку чтобы открыть портал обратно мы снова попадаем в ту самую ловушку только уже с импами как и демонами где-то здесь переключатель за салонными уже и здесь именно в этом моменте легко пропустить кое что очень и очень важно в этой самой комнате в этой самой комнате открылась стена с красным ключом и никогда если вы по какой-то причине будете играть в эту карту никогда не забывайте красный ключ он появляется после убийства кибердемона и он действительно необходим и он действительно необходим и ооо да эта стена как раз таки не открылась после того раза в прошлый раз я забыл тот переключатель нажать наверху в котором говорил эта стена осталась закрыта и как и демон оставался жив и не смог до него добраться к сожалению но тем не менее здесь появились новые ребята ай упс я не хотел выбрать ну ладно и вот здесь за этой стеной расположен достаточно забавный секрет мы должны нажать на эту черепушку прибежать вот сюда здесь откроется решетка с кнопкой и после ее нажатия здесь откроется стена с берсерком и надо наступить вот сюда подальше откроется вот эта стена которая тоже является секретом с переключателем который не совсем понятно что делают но тем не менее возвращаемся сюда и а здесь армия имбур также на пьедесталах появляются пулеметчики которыми мы займемся очень скоро итак а демонов не слышу неужели он вышел он мог выйти в этот портал по какой-то причине ой да здесь вроде да здесь есть как-то демон тот ли это и почему я так много урона получаю я уже начинаю жалеть в том что взял там мегасферу хотя тут должна быть должна была остаться аптечка по-моему да по-моему я не взял мегасферу в той комнате с крутым освещением где были дворчевые лоно мне лень туда бегать переживем так и главное здесь вот ой да по этой узенькой дорожке сложно бежать потому что там внизу уснули спектр и очень легко за них зацепиться упасть прям к ним и они съедят вас до смерти так что лучше если и переходить то только с бфг на готове ну да вон так еще эту кнопку нажмем чтобы снаружи опустить все сцены стены и поднимемся наверх чтобы не понял откуда взялся здесь если вы заметили в самом начале здесь на пьедестале есть синяя сфера которую можно взять таким образом и сейчас еще покажу здесь есть кнопка которая поднимает эту платформу прям к потолку зачем-то ну ее можно опустить но тем не менее странно выходим наружу так тут нас будут ждать векторы несколько манкобусов попробуем хороший выстрел сделать неплохо ну ладно этих добьем так и спускаясь вниз по этой лестнице мы обнаружим еще миллиард спектров так я почти боюсь смотреть на счетчик потому что скорее всего там ну конечно я более чем уверен что тут как один он все таки не выбрался ну да ладно если я все таки смогу в этот раз сделать сто процентов то я наверное таймкод сюда прикреплю какой-нибудь чтобы можно было сюда вернуться ну а тем кому интересен процесс прошу за мной не знаю что я пытаюсь тут найти если честно мало ли может тут где-то кто-то летает ну нет все не так уж просто ну да здесь здесь тихо значит возвращаемся в башню да я его услышал мне же не показалось не показалось ну ладно сходим еще туда потому что бывает вот именно в этом моменте а да да именно вот на этом этаже в некоторых комнатах застревают зомби там ты где они даже вот в эти вот комнаты заходят здесь вот прячутся засранцы но все таки да там один как и демон остался я надеюсь он не в ближнем верхнем углу иначе мы его никогда не достанем вышли бы его где он ага он вот здесь так как мы его можем убить мы опускаем вот эту вот платформу берем ракетницу и стреляем в край окна зная зная что в дум бесконечно высокая взрывная волна и с помощью нее пытаемся задеть пока демона да что с этой стороны не получается попробуем стой я очень надеюсь что он не в верхнем углу застрял пожалуйста да а а а а а а а а у меня нет слов а а а а емко выхода а уж это башня еще раз посмотрю да да на месте что ж помните я говорил что красный ключ крайне уважен его очень легко пропустить но не стоит просто потому что специфика этого выхода этого скала во первых и она требует красного ключа чтобы открыться если вы сюда упали без красного ключа то пиши пропала ну и именно поэтому на перед дверью к выходу есть вот эти вот бесконечное число аптечек но он явно не бесконечное но их много но чтобы убедиться что у игрока максимум здоровья чтоб он там сразу не умер потому что мало ли придете сюда с там с двадцатью процентами здоровья и упадете в лаву и все и вы не представляете как я рад что наконец-то смог завершить туру я не говорю в несложный на вот эти моменты что как а демоны там застревают и в последние мои попытки записи был момент что я забыл влажать ту кнопку наверху башни и стена с как а демоном не открылась это было ужасно и это печально потому что уровень относительно неплохой тут прослеживается какое-то приключение что поднимаешься там по разным этажам башни зачищаешь их встречаешь в финале как а демона потом спускаешься и уходишь наконец-то отсюда и визуально есть моменты где оно интересно все выглядит в та вот комната если в ней с самого начала когда в нее зайдешь убьешься просто посмотришь идешь на сто процентов убийство это больной ночной кошмар но тем не менее в этот раз мне повезло и да мы с этим закончили я сохранил несколько неудачных записей я наверное отдельным видео покажу несколько этих неудач просто сделаю пару вырезок и если будет интересно посмотрите если не забуду куда-нибудь прикреплю сюда потом ссылку ну и на канале а вы разумеется будет доступно открыто так что да спасибо большое за просмотр и всего хорошего скоро мы завершим мастер уровня и движемся дальше будем двигаться дальше во вселенной дума классической всего доброго